23 июня прошло заседание Думы города. Первым вопросом городские депутаты слушали доклад главы Владивостока об итогах своей работы и деятельности администрации в 2021 году. От правительства края присутствовал его председатель и первый вице-губернатор Вера Щербина. Хочу сказать, что сегодня знаменательное событие у города. Администрация города отчитывается о своей работе, о работе своей команды в минувшем году. Мэр города в прошлом году приступил к исполнению обязанностей, проработал всего полгода. Но я хочу сказать, что за эти полгода достаточно много сделано на этом посту, тем более в столице нашего Дальнего Востока. В своем выступлении Константин Шестаков представил цифры, факты, анализ деятельности по таким направлениям, как бюджет, муниципальная собственность, ремонт дорог и другие. Также глава города обозначил основные направления развития Владивостока на 2022 и 2023 годы. Определены задачи и на год будущий. Я благодарю всех неравнодушных организаторов и жителей города Владивостока, которые были увлечены в голосование за выбор таких общественных пространств. Всего проголосовало 50 тысяч жителей. В этот сезон мы принципиально поменяли подход к работе службы. В сутки в город Владивосток выходит 380 человек и 230 единиц техники. Это те самые дорожные работники и дворники, которые работают на наших улицах. Ну, к примеру, в 2021 году на улицы выходило 250 человек. И по поручению губернатора Приморского края сейчас, буквально в ближайшие несколько недель, мы выйдем на лизинговые договоры на приобретение 56 единиц коммунальной техники. Другая необходимая составляющая нормальной жизни – это система управления дорожным движением. Регулирование трафика исключительно светофорами и знаками точно не отвечает современным потребностям. Нужен комфортный общественный транспорт, необходимые выделенные полосы для его движения. По словам главы города, задач, которые предстоит решить, гораздо больше. Нужны дороги, спортивные площадки, культурные центры. Но команда мэрии города приступила к созданию мастер-плана до 2050 года для того, чтобы постараться сделать город комфортнее. Какие экстра усилия мы предприняли для того, чтобы какие-то позитивные вещи случались. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы обращений позитивных было гораздо больше. И отклик от нашей работы, в первую очередь, у жителей был хорош. Но если большинство жителей города Владивостока позитивно не будут воспринимать то, что мы делаем, то грошится на нашей работе. Смею надеяться, что ту работу, которую мы провели за год, можно оценить жителям города Владивостока. Ну, хотя бы на 4 с минусом. Был бы искренний это марафон. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.